Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Буря перед затишьем. К чему привела и как долго продлится непогода в крае? Сквозь время, какими находками гордятся поисковики из Алтайского края? Какой он самый лучший десерт? Рестораторы соревновались в мастерстве. Сильный ветер, гололед и снежная каша привели сегодня к ухудшению обстановки на дорогах края. С утра была перекрыта часть трассы Поспелиха-Курья-Теетикова. Из-за гололеда на подъемах буксовали фуры, на трассах дежурили сотрудники ГИБДД. В то же время больше 100 единиц дорожной техники расчищало снежные заносы на Чуйском тракте и трассе А322. На этот час, по сообщениям МЧС, все направления открыты, ограничений движения для транспорта нет, серьезных аварий также не зафиксировано. Отметим, что энергетики и спасатели не подтвердили появившиеся ранее сообщения об 11 отключенных от электричества населенных пунктах, отметив, что имеют место лишь единичные обрывы из-за сильного ветра. В ближайшие сутки погода на территории Алтайского края изменится, стихнет ветер и заметно похолодает. Так нас заверили в Краевом гидромедцентре. Температура воздуха по краю упадет до минус 23 градусов днем и 28 ночью. Это может привести к тому, что на дорогах образуется сильный гололед. Спасатели призывают водителей, выезжающих за город, быть осторожнее на дорогах и соблюдать скоростной режим. Сегодня глава региона Виктор Томенко представил министра цифрового развития и связи Алтайского края. Новую должность занял Евгений Зрюмов. До этого он работал проректором по научной и международной деятельности в Политехническом университете, а ранее был признан лучшим молодым деканом России. По словам самого Зрюмова, такой статус он получил за активную работу со студентами и привлекал их участвовать в олимпиадах и проектах. Слёт волонтёров и поисковиков прошёл сегодня в Барнауле. Подвести итоги года приехало несколько сотен человек из десятков районов края. Зачем школьников добровольчества, выясняла Анастасия Дороган. Наматывались вот сюда провода, и они вот так вот ходили и вот так вот раскручивали. Так в 1942 году связисты протаптывали сигнал на Невском пятачке. Ржавые железки достали из земли поисковики. Для них это кустарная модель переноски. Спустя 80 лет – редкая находка. Придумали такую катушку, чтобы было удобнее переносить все провода в мобильные, также телефонные и радистам, чтобы было удобнее. Такое найти, но не каждому, знаете, до ноль. Хвастаются успехами волонтёры раз в год на добровольческом слёте. Сегодня сюда приехало 400 школьников и студентов из десятков районов края. Все они в свободное время тимуровцы. Совсем недавно закончилась акция по серебряному добровольчеству. Ребята работали с ветеранами, ходили в гости к бабушкам и дедушкам, работали по направлению мастер-классов, создавали какое-то общее дело. Кто-то вязал, скажем так, какое-то полотно, кто-то пёк пирожки. Собственно, произошло взаимодействие наших поколений. Объединение добровольческого движения, движение поискового – это те направления развития молодёжной политики, которые всегда, всегда, я уверен, в нашем государстве будут в приоритете. Здесь в большем приоритете год от года дела военные. Достижения поисковиков за этот сезон на нескольких столах. Рядом репродукция фронтового быта. А по соседству на детском слёте – реальные росгвардейцы с реальным оружием. Я хочу в армию очень сильно, владеть этим оружием, прикольно, думаю, весело будет. Понимая, что наши прадеды вложились в землю для того, чтобы мы жили, всё равно как-то, знаете, под спудом в душе развивает тот росточек, который со временем вырастает в то понимание, что придёт час, и мне нужно, как и мой прадед, встать каменной стеной. В этом году школьники края совершили семь поисковых экспедиций в Карелию, Брянскую, Смоленскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Они помогли поднять останки 28 советских солдат, в том числе и нашего земляка Ивана Наговицына. Остальные волонтёры свои будущие добрые дела продумывают уже сейчас. Лучшие проекты назовут совсем скоро. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости. Считанные дни остаются у россиян, чтобы оплатить налоги. До 3 декабря всем владеющим землёй, недвижимостью, транспортными средствами, включая не только машины, но и яхты или снегоходы, гаражами или машиноместами необходимо заплатить налог на имущество и земельный налог. Уведомления о сумме назначенных платежей Федеральная налоговая служба разослала ещё осенью, получив их большинство налогоплательщиков должны были до 30 октября. Правда, если письмо по каким-то причинам не дошло, то ответственность за неуплату налога всё равно лежит на налогоплательщике, а не на ведомстве. Поэтому лучше проверить, не являетесь ли вы должником на сайте налоговой службы. Если же сумма не будет внесена до 3 декабря, то помимо долга неплательщику уже с 4 числа начнут начислять пение, неуплата которых, в свою очередь, может привести к судебному разбирательству и запрету на выезд за границу. Путин делает ремонт жительницы Барнаула. Правда, речь идёт не о главе государства, а об индивидуальном предпринимателе, который со своими обязанностями справляется не так хорошо, как диктует ему фамилия, рассказала нам жительница Барнаула, обратившаяся в редакцию. Анатолий Путин стал подрядчиком после того, как горожанка добилась капитального ремонта в муниципальной квартире в суде. Но ситуация вновь не разрешилась, рассказывает Кирилл Политов. Мы обращались к ЖКХ для улучшения жизненных условий, а у нас оказалось, что мы ухудшили свои условия, то есть это разрушение. История Елены, как она сама говорит, больше похожа на эксперимент городских чиновников. Несколько лет женщина просила отремонтировать свою муниципальную квартиру. Ответ был как по шаблону – денег нет. Появились лишь после победы Елены в судах. Тут-то и началось. То есть здесь у меня на сегодняшний день разрушение. Ничего не заделали, ничего не залили. Не установлена раковина с тумбой. Отсутствует сушка для полотенец. Вот то, что я вам говорила. Даже подводки не вывели. Теперь Елена наблюдает за процессом преображения квартиры. Правда, подвижек, уверяет жительница, оказалось не так много. Сначала Елене пришлось усомниться в мастерстве мастеров, а после и в качестве самих материалов. Обратилась все к тем же барнаульским чиновникам и подрядчику по фамилии Путин. Они мотивируют, что у них денег нет, там кто-то смету неправильно составил. И вот они не могут ничего сделать. И то, что остается, простите, у меня по 1800 выходят двери, входная 6,5, раковина, тумба, я не знаю, по тысяче. Ремонт начался три недели назад. За это время рабочие лишь заменили трубы, раздолбили плитку на полу и стенах, поменяли на кухне раковину. Обещают заменить двери, входные, межкомнатные. Весь этот капитальный ремонт, оценивает Елена, капитально не продержится. Сделано все не по стандартам. Холодная, горячая. Тут вот даже мастера подписали, смотрите, холодная, горячая. Включаем. Должна быть горячая. Она у нас почему-то оказывается холодной. И, соответственно, наоборот. Включаем. Холодную, как мы видим, да, холодную? А, она у нас оказывается горячая. Ну вот, видимо, такие мастера у нас. Переделать обещали еще две недели назад. До сих пор, как видим, переделывают. Между тем, Елена твердо для себя решила. Никаких бумаг после окончания такого капитального не подписывать. Скорее всего, ей придется обратиться в краевую прокуратуру. Быть может, после этого, говорит, этот эксперимент завершится капитально. Кирилл Политов, Николай Шелко. Наши новости. Завтра мир отмечает день борьбы со СПИДом. Только в Алтайском крае ВИЧ-инфицированных около 30 тысяч человек. Это лишь те, кто знает о своей болезни. Многие игнорируют обследование и живут в неведении долгие годы. Накануне Международного дня мы побывали в Новоалтайской женской исправительной колонии и познакомились с девушкой, которая случайно узнала о статусе и вовремя начала лечение, которое помогло спасти сразу две жизни. Екатерина уже четыре года по нескольку раз в день в одно и то же время принимает лекарства. О том, что она ВИЧ-положительно, девушка узнала на втором месяце беременности, отбывая наказание за наркотики. Я такая не одна. Из пяти пила только я. И не все у них хорошо. Меня захлестывало в первую очередь то, что я буду мамой. Все остальное меня уже не так беспокоило. Если меня не беспокоило даже, что я в СИЗО. Меня беспокоило только одно. Главное выносить, главное родить, главное, чтобы у него все было хорошо. И она родила здорового, крепкого, не ВИЧ-инфицированного. Сейчас ему три года, сына воспитывает бабушка. Екатерина с нетерпением ждет дня, когда выйдет на свободу и обнимет сына, чтобы уже никогда не разлучаться. А еще она мечтает помогать таким же, как она. Да даже хотя бы в спеццентре, если бы они взяли меня. Пусть даже раздавать листовки, пусть даже объяснять людям. Волонтерская деятельность. В Новоалтайской женской колонии отбывают наказание 200 девушек. 50 из них ВИЧ-инфицированы. Обнаружить это и вовремя назначить лечение удалось в Барнаульской исследовательской лаборатории на базе лечебно-исправительного учреждения номер один. Своевременно назначенная терапия, заверяют медики, дает шанс зараженному на долгую жизнь, не давая инфекции перерасти в смертельный СПИД. В наше время антиретровисная терапия для пациентов ВИЧ-инфицированных это то же самое, что, например, инсулин для диабетиков. Если ты правильно это принимаешь, ты будешь жить до 80, до 90 лет. И единственное, что хочу сказать, особенно молодому поколению, первое, никогда не пробуйте наркотики. Второе, не вступайте в половые связи с малознакомыми людьми. И соблюдая два этих правила, вы ВИЧ-инфекцией никогда не заболеете. Всемирный день борьбы со СПИДом уже завтра. В этот день в Барнауле любой желающий может бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус. Сдать кровь можно по адресу Юрина 204 с 5 до 7 вечера. Приходите, потратьте 15 минут, это поможет в разы продлить вам жизнь. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости. На Алтае официально открывается зимний туристический сезон. И стартует он с одного из самых массовых праздников, которые впервые проведут на Бирюзовой Катуне. Организаторы алтайской зимовки обещают множество развлечений. Зимние забавы на свежем воздухе, дегустации, фотосессии, мастер-классы, например, по кулинарному искусству. А все желающие смогут совершить экскурсию на озеро Светлое, где ежегодно зимуют лебеди. Добавим, что параллельно с этим праздничные площадки откроются в некоторых районах и городах края. Ну и вот сегодня барнаульские рестораторы сражались за звание лучшего мастера десертов и зимних напитков. Оценивал искусство известный в стране шеф-повар Василий Емельяненко. Ну а облизывалась наша съемочная группа. На конкурсе, который проходил второй год подряд, собрались лучшие кондитеры и бармены Барнаула, Белокурихи, села Алтайское и не только. Гости и жюри оценили пихтовый десерт, глинтвейн из шеф-повника, мусс из кокосового молока, пироги с лисными ягодами и травяные чаи. Кстати, все напитки безалкогольные, но при этом согревающие. Бальзам идет на основе вишневого концентрата с добавлением красного корня, золотого корня и шеф-повника. Жюри оценили внешний вид блюда, его подачу, вкусовые качества и даже способ приготовления. Но главное, по словам судей московского фуд-продюсера Василия Емельяненко, оригинальная идея. Я по себе всегда сужу, я просыпаюсь и думаю, ах, идея, вот это выглядит должно вот так. И тогда гость, то бишь вы, приходите, едите и говорите, офигеть, как классно, потому что я вас с этой идеей заражаю. Когда она здесь родилась, в сердце, в уме, я ее реализую, и она всегда выигрышна на тарелке, чем просто там кто-то, так, что же сделать, эклер французский, да, я вот живу в Алтае, я его гречкой начиню, но алтайская же гречка, наш продукт, зачем французский эклер начинять гречкой и алтайской, в чем смысл. Кстати, многие повара сошлись на том, что Алтай ассоциируется у них именно с ягодами и яблоками. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин, Наши новости. Завтра в Барнауле перекроют движение по одной из заживленных площадей, по информации Дорожного комитета, на Сахарова с 1 декабря начинается строительство новогоднего городка. Проезд закроют с 8 утра, а вот откроют его только к вечеру 17 января уже Нового года. Первым делом рабочие приступят к установке главной городской елки, высота которой более 30 метров, ну а после займутся праздничным оформлением в самой площади. Подделочного материала этой зимой для строительства городка предостаточно, по традиции он будет состоять из снежных и ледяных скульптур, за их сохранностью будут следить сотрудники полиции. Откроют новогодний городок на Сахарова 29 декабря в один день с праздничными площадками и в других районах Барнаула. Ну и в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови, принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Первый день зимы принесет мороз. В субботу в крае переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный умеренный, похолодает. Температура в Камнино-Абислав в городе минус 22, минус 18 в Олейске и Рубцовске, чуть теплее в Белокурихе и Змейногорске. В Барнауле без осадков ночью минус 19, днем около 16 градусов мороза. Все новости к этому часу. 722-440, телефон нашей редакции. Хорошего настроения вам и до встречи в эфире.